В эфире информационный блог от Славянской Церкви 207-го дня здесь в городе Сакраменто. Я, пастор Церкви Роман Саганюк, очень рад приветствовать вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Вначале хочу выразить наши соболезнования еще раз. В семье Павла Власыка сегодня состоялись похороны. Мы просим, чтобы Бог поддерживал родных и близких. Также хочу поблагодарить всех тех, кто молится за детскую программу, каникулярную программу, которая сейчас проходит в нашей общине. Я благодарю Бога за всех детей, за всю команду. Вчера было где-то 60 детей, с которыми мы имели возможность работать. И я благодарю Бога за то, что у нас есть возможность сеять вот эти зернышка истинной правды в эти юные сердца. Пожалуйста, молитесь, чтобы эта программа прошла благополучно до своего конца. И еще раз очень благодарен всей команде, руководителю детского отдела, которые трудятся над тем, чтобы подобные мероприятия проходили в нашей церкви. Ну а теперь о предстоящей субботе. В эту субботу по Божьей милости буду проповедовать я. Поэтому, пожалуйста, молитесь за то служение, за то слово, с которым я хочу обратиться с Божьей помощью каждому из вас. Также у нас в эту субботу будут гости. Это хор из Центральной Церкви. Мы очень рады, что у нас будет вот такая совместная встреча, совместное служение. Также, так как у нас будет много гостей, мы хотели бы провести и общий обед. То есть у нас будет потлаг. Извините, что мы не предупредили об этом заранее, но сейчас хочу к вам обратиться. Если вы готовы помочь, поучаствовать в подготовке к этому обеду, пожалуйста, обратитесь к Любе Чернычко, тут ее номер телефона. Позвоните ей или напишите, и она подскажет, каким именно образом вы сможете помочь в подготовке к этому общему обеду. После обеда у нас будут еще две встречи. У нас будет встреча учителей субботней школы, тех, кто сейчас является учителем субботней школы, или к тому предложили быть в дальнейшем служителем вот в этой сфере. Эта встреча будет проходить в Мирингру, тут в офисе, и Анатолий Бекас, руководитель отдела, будет с вами заниматься. А я же буду встречаться с отделом семейного служения, так как у нас на кону летние лагеря, и один из них это лагерь семейного отдела. Так что нам будет приятно тоже встретиться вместе со всей командой для того, чтобы спланировать это мероприятие. Ну, раз мы уже начали говорить о лагерях, то я хочу напомнить, что у нас открыта регистрация. Вы можете зарегистрироваться, перейдя по QR-коду, который вы сейчас видите на экране, или же в субботу этот QR-код есть в Бюллинге. Там вы можете выбрать кемпинг, на котором вы хотите быть вместе с нами. Это или мужской, или семейный, или общий церковный. И хочу сказать, что это регистрация в этом году обязательно. Если вы не зарегистрируетесь, то, к сожалению, вы не сможете приехать на этот кемпинг. Там вам нужно будет указать, вы будете на автомобиле, или вы будете жить в палатке, или вы будете в автобусе жить, или вы будете с RV-трейлером. Это важно, потому что нам нужно рассчитать места, чтобы мы все поместились. И как только места для RV-трейлеров будут закончиться, скажем так, мы закроем эту функцию вот в форме для регистрации. И постепенно будем закрывать также места для автобусов, как только они закончатся. Поэтому чем раньше вы зарегистрируетесь, тем больше у вас шансов, что у вас будет место, то, на которое вы рассчитываете. Ну и хочу сказать, что у нас есть скидка для всех тех, кто первый год живет в Соединенных Штатах Америки, это 50%. Также у вас есть возможность приехать только на один день, на субботу. Там тоже указаны условия регистрации и сколько это будет стоить. Поэтому, пожалуйста, зарегистрируйтесь как можно раньше. Для того, чтобы зарегистрироваться на следопытский лагерь, вам нужно обратиться к Богдану Сыпьюку. Вот тут вы можете увидеть вновь его номер телефона. Ну и отдельно у нас проходит регистрация на Молежный Кемпинг. Обращайтесь к молодежи. Ссылочка также есть в описании к этому видео для регистрации. Так что мы будем рады, если вы присоединитесь к нам любым из перечисленных методов. Также хочу сказать, что во вторник в 7 часов вечера у нас состоится очередная встреча Совета Церкви. Поэтому прошу всех членов Совета не пропустить эту встречу. Если же у вас есть какие-то вопросы, которые вы бы хотели, чтобы мы подняли на Совете Церкви, вы можете всегда обратиться ко мне или к любому из членов Совета. Так что будем рады вашему сотрудничеству. Также хочу сказать, что в следующую субботу, 17 июня, я напоминаю, в 5 часов вечера у нас будет концерт фортепианной музыки. И это будет чудесное время для того, чтобы проставить Бога таким вот образом. Поэтому приглашайте друзей, знакомых, всех, кто любит музыку. А также ждем всех вас на этом особенном вечере. Ну а 24 июня, вновь-таки напоминаю, у нас будет служение Вечери Господней, а вечером в 6 часов у нас будет служение памяти, посвященной Павлу Палыге. Так что не пропустите это служение. Мы будем рады, если вы будете вместе с нами. Хочу также сказать, что если по состоянию здоровья вы не сможете быть с нами на обряде Вечери Господней, то, как всегда, в канун, в четверг, вы сможете приехать для того, чтобы... Или попросить кого-то, чтобы вам привезли символы, для того, чтобы во время прямого эфира вы вместе с нами принимали участие в этом обряде. Это все было из объявлений. Хочу попросить вас и дальше молиться за нашу сестру Ольгу Козыренко, за Валентину Жигайло, за Ларису Подоляка, Ярослава Руснака. Ну и, конечно же, мы продолжаем молиться за то, чтобы война в Украине, в конце концов, закончилась. Это наша просьба, и мы не будем... Мы не перестанем об этом молиться, пока это все не закончится. В заключение хочу прочитать текст из Священного Писания. Это псовом 10, 4 стих. И тут сказано, «Господь в сеготом храме своем, Господь на небесном троне своем, Он наблюдает за всем, глаза Его испытывают смертных». С одной стороны, это пугает, потому что этот текст говорит о том, что Бог все видит, все знает, а есть однозначно такие моменты в нашей с вами жизни, которые хотелось бы, чтобы никто не знал и не видел. Но если такие моменты наступают, помните, что у нас есть Иисус Христос, заступник и ходатай. Переходите к Нему с нашими нужными просьбами, с раскаянием, потому что это единственный способ найти поддержку в такие моменты. Но, с другой стороны, то, что Бог видит все, и все у Него как на ладони, это говорит о том, что в трудные минуты нашей с вами жизни Он тоже об этом всем знает, и Он вместе с нами, чтобы нам помогать и о нас заботиться. Пускай Бог хранит вас рукой своей. До встречи на наших служениях тут в церкви или же в прямом эфире. До свидания, дорогие друзья.